Доброе утро, друзья! Давайте сегодня поговорим, что определяет рабочесть психотехники. Вот, казалось бы, есть одни и те же психотехники, внешне выглядят одинаково, тот же самый регресс. Вот что мы делаем, когда мы работаем с тем же самым ребёнком с аутизмом? Мы уходим в его прошлое, рассматриваем там 16-й, 17-й, 19-й, вытягиваем оттуда решение. Что такое решение, мы поговорим ещё дополнительно. Мы вытягиваем оттуда энергию, захлопываем, закрывается карма, и в эту жизнь, уже в этой жизни отпадает цель, зачем ему, чтобы эта болезнь проявлялась. И потом мы уже работаем с физическим телом, с его восстановлением, применяем те техники, которые идут непосредственно на восстановление. Но пока мы не схлопнули вот это прошлое, у нас тело здесь не восстанавливается. Так вот, смотрите, ровно то же самое делают альгрессологи, например. Например, регрессивный гипноз, либо же на расстановках по Хеллингеру, аналогичная тема, да, либо-либо, много, таро, да, то же самое, да, они все идут в прошлое и, и, и. Почему в одних случаях работает? То есть там есть варианты, когда помогают, то есть раз, и у точечного человека получилось, и это случилось. Но всё-таки результативность крайне низкая. У нас идёт результативность практически в яблочко, 90% в щёлк, попали, убрали, и на результат вышло. Я всё время задавалась вопросом, ну ведь подходят же и реврессологи, и там все остальные, подходят по какому принципу? Они гребут всё подряд. Вот они заходят в подсознание и наводят там порядок, да. Кстати, то же самое, и вот мысль рассказать, вот это подбросили квантовики, которые рассказывают про квантовые поля, про струны, про исполнение желаний там и так далее. И они везде смотрят, вот комплексно, все варианты существуют одномоментно, и одномоментно мы всё это имеем. Так вот, господа, в этом и правда, и ложь. Мы, с одной стороны, имеем действительно огромное подсознание, и там куча жизненного опыта по факту, свершившегося или не свершившегося. И мы это всё имеем, но почему тогда, когда вы комплексно выгребаете всё оттуда или комплексно задаёте что-то, результата нет? Всё очень просто. Когда человек исходит от ума, когда он не видит точечно проблему, когда у него нет вот этой конкретной ясности сознания, а здесь именно сознание работает, здесь ум не работает, ум не может это увидеть. Когда человек из ума заходит, из этой программы, то у него, получается, работает представление, как в квартире. Знаете, если там лежат бумажки, да, то вот возьми бумажки, зачем убирать там по одной? Возьми там, сгреби пылесосом, да, или там веником. Или ты комплексно выгребешь, но в квартире будет чисто, и в подсознании будет чисто. И вы встречали такой подход, например, в том же самом татахилинге. Вот херячат все программы подряд, да, и типа вот сейчас у них в подсознании будет чисто. Так вот, нет, господа, наше подсознание устроено удивительным образом. Механизм работает через приложение внимания. На что мы направили внимание, то и разворачивается. И если вы направили внимание на огромное поле, которое разворачивается, ну, то оно так вот так, и оно у вас развернулось. И вот такой у вас и результат, да. Но когда вы точечно направили, вот проблема, аутизм, вот, надо найти конкретное решение, которое привело к конкретному проявлению. Фух, вы ушли туда сознанием. Находится ситуация, конкретная ситуация, конкретная энергия, конкретное завершение. Раз, достали, забрали, ресурс забрали. И дальше конкретная работа под конкретного ребенка на данном участке времени, да, на данном этапе. Вот так ведется работа, потому что ключевое получается сознание человека, сознание наблюдателя. Мы от квантовой физики далеко не уходим. Это ключевое. И если мы своим сознанием идем, то мы идем конкретно, точечно в яблочко. Если мы промахнулись, мы промахнулись с результатом. И тогда мы заново заходим и заново ищем яблочко. Вот это определяет результативность психотехник. А уже в каких они будут концепциях, в концепции квантовой физики, или в концепции регрессивного гипноза, или в концепции Таро, или вы на себя оденете бубен и какую-нибудь прибамбах возьмете в руки, это уже не имеет значения. Хотя при этом, конечно, можно зацепить рептильный мозг, и чисто на рептильном мозге сработать. Какие-то штуки все равно можно оставить рабочие и из примитивных, которые есть в коллективном сознании. Но если вы заходите с осознанного, с другого порядка, и хотите проявлять результаты быстро и классно, то тогда, господа, только сознание, только четкое и ясное осознавание, что вы делаете, зачем вы делаете, и тогда понятие видение, видение, человек видящий, оно трансформируется. Оно трансформируется в понятие человек знающий. И видение как такового в образах может не существовать, а может существовать. По-разному бывает. Но тогда человек в яблочко четко все знает. Он работает тогда с информацией, с сутью.